Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл не раз говорил, что столица пребывает на последнем месте среди всех регионов России по соотношению храмов и православного населения. Поэтому в ближайшие годы в отдаленных районах Москвы планируется возвести 200 новых храмов. Работы идут полным ходом, еженедельно проводятся выездные совещания на местах строительства. Одним из последних выездных осмотров стало посещение кураторами площадки на пересечении улицы Академика Семенова и Бунинской аллеи, где возводится храм в честь святителя Стефана Пермского. Освещение закладного камня на месте строительства совершил Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл 28 сентября прошлого года. Помимо церкви на участке возводится дом Причта, в котором разместятся социальные службы, воскресная школа, хозяйственные помещения. На сегодняшний день стены основного здания поднялись почти на 15 метров. Через два месяца планируется устанавливать купола. По словам Владимира Лесина, советника Святейшего Патриарха по строительству, работы планируется завершить в конце октября. Сейчас они дадут график работ с 1 июля по конец октября месяца. Добавят сюда мощности, силы и вполне возможно к концу октября строительные работы здесь закончить. А в целом работы ведут качество и в общем-то в пределах своих возможностей они все делают. Затем участники объезда посетили строящийся храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Святыня воздвигается в теплом стане на улице Островитянова. Строители уже полностью завершили работу нулевого цикла. На очереди стены первого этажа. Храм рассчитан на 300 прихожан. Зимой здесь была собрана временная церковь, где каждые выходные настоятель прихода священник Александр Зорин совершает богослужение. По его словам, люди с радостью встретили весть о начале строительства и стараются помочь всем, чем только могут. Люди очень рады, что строится храм и выражают они свою поддержку тем, что приходят и говорят, что когда храм будет стоять, что они обязательно будут помогать как и духовно приходить сюда молиться, так и материально. Вот сегодня приходила раба Божия Светлана, которая сказала, что у ее семьи есть желание для храма купить какой-нибудь богослужебный предмет. Я сказал, что храм с удовольствием примет это пожертвование, когда уже будет готов, будет уже отделка, что мы посоветуемся и предложим им на выбор, что они смогут приобрести какой-нибудь богослужебный утварь, которая бы стояла в храме, и мы молитвенно бы их поминали, и они бы, мам, лились, тоже приходили в этот храм. Проект выполнен в традициях Владимирско-Суздальской храмовой архитектуры, для которой характерны строгие формы, минимум декоративных деталей, белые стены с узкими окнами и луковичные купола, позолоченные либо выкрашенные в небесно-голубой цвет. Во все здания комплекса предусмотрена доступность маломобильных групп населения. Виктор Семенович, префект Юго-Западного округа столицы, рассказал, что возведение храма планируется завершить в ноябре. Объект очень достаточно сложный, связанный здесь с инженерными коммуникациями, поэтому Владимир очень дал ряд указаний, поручений, которые на этой неделе будут рассмотрены, эти вопросы будут решены. И в заданные сроки, как это планируется, в октябре месяце, да, эти сроки? Да, уже к ноябрю планируется уже. Закончить все работы, основные работы и уже приступить к отделочным работам. Тем временем приход живет своей богослужебной жизнью и готовится к новоселью. Недавно приобрели для временного храма маленький подсвечник, специально для детей. Особая гордость общины – образ святителя Николая Чудотворца XIX века, да родную из прихожанок и вышитые бисером иконы, спасители и Божьей Матери. Люди искренне рады открывающейся перед ними возможности часто посещать службы и участвовать в церковной жизни.